Никогда бы такое не подумал, но уже год хожу с ВТБ-привилегия, и в целом-то мне все нравится. Да, есть какие-то косички тут и там, но в целом неплохо. Честно скажу, сервис не стоит свои 5000 рублей. Если им пользоваться, то не за деньги. И на самом деле это чуть ли не самый дорогой сервис из подобных на рынке, потому что 5000 рублей в месяц это штраф, это не оплата, как в Тинькофф, чтобы ты получил там свои две проходочки, это штраф. В целом это условия средние по больнице и сравнивать с другими банками, типа там того же самого Т-банка, надо не забывать так говорить. Либо по зарплате что-то 200 тысяч, либо пара мультов в банке должна лежать. Есть что, я конечно же на экране выведу все эти циферки, как это можно получать бесплатно и как это нужно получать бесплатно, вот правда. Сервис настолько дорогой, что бесполезно за него платить, он столько не стоит. Но в целом он неплохой. Так давайте же разберемся, а что сервис дает вообще. Почему же я говорю, что за сервис платить нет смысла? Потому что вы особо ничего не получите за эти 5 тысяч рублей. Проходок нет. Проходки в бизнес-залы будут только если у вас минимум полтора миллиона рублей в банке есть. И вам тогда дадут две прохода, и если у вас там будет 125 тысяч трат, что-то такое. И за 6 миллионов максимум дадут 8 проходок в месяц, что достаточно неплохо и сравнить с другим предложением на рынке. Но опять же повторюсь, платить за ВТБ привилегию 5 тысяч в месяц смысла ноль. Потому что на такси вас тоже не покатают, ВТБ вас покатает на такси, только если вы храните там деньги. Процент на остаток там нет, но в целом он сейчас везде исчезает. Да и обычно там дают 3-5, вот я максимум слышал 9% на остаток по карте, так что... А что дают за 5 тысяч? Что там такого есть-то? Или нет, ничего. Но, естественно, раз это ВТБ, то там есть отделение. Это не полностью цифровой банк. Было бы странно этого ожидать. Отделения отдельные. Достаточно красивенькие. Кофе наливают, ухожено все. Очередей особо нет. Это плюс. То, что вам приходится туда ходить изредка, это минус. Я, правда, там был, по-моему, лишь дважды, когда открывал. И то можно было заказать курьера, по идее, но у меня там свои истории. А второй раз, я даже не помню, что я там делал. Но мне тогда пытались поставить приложение ВТБ на iPhone, и у них не получилось. Вот. Но я в целом уже год пользуюсь ВТБ онлайн, который через сайт ПВАшечку, вот это все. И работает неплохо. Так что жить можно. Ведомления, по-моему, даже приходят. Так что, честно, даже приложение не сильно нужно. В теории, за 5000 рублей в месяц у вас есть личный менеджер, которого я, честно, не встречал, по-моему. Вот только в первый раз, когда ходил, познакомились, благо-бла-бла. Вот. Потом менеджер поменялся, и мне в итоге никто не позвонил. И, как я слышал по отзывам, никто особо не звонит. Так что ВТБ явно стоит над этим поработать. Но, как бы, мне почему-то повезло. Мне особо поддержка в ВТБ-то не нужна была за весь год. Не знаю почему. Просто плачу карточкой и ничего такого не делаю. И все хорошо в итоге. А, да, еще менеджер, его не видно там в чатике, который есть у нас в этом приложении ВТБ. С ним можно только связаться по телефону, то есть это надо звонить. Условно говоря, с предыдущим менеджером я, по-моему, в WhatsApp списывался. Но, в целом, не очень удобно. И хотелось бы, чтобы ВТБ это улучшил, чтобы с человеком можно было переписываться в контребанка, а не вводить все диалоги за пределы куда-то. Потому что это неудобно, и инициаторам переписки мне быть тоже не очень хочется. Либо пускай здоровается хотя бы, если менеджер меняется и так далее, уже было бы неплохо. Что меня очень радует, стал кэшбэк рублями вместо ВТБ-мультибонус или как эти фантики назывались. Я там сколько-то накопил, и я, честно сказать, весь год, пока были мультибонусы, не понимал, зачем они мне нужны. В итоге узнал, что их можно было поменять по курсу 1 мультибонус 0.85 рублей, что-то такое. Если у вас они остались до конца года, надо сходить поменять или потратить на какую-нибудь херню. Там, может, какие-то чайники, еще какую-то срань купить, не помню. Сейчас кэшбэк, и кэшбэк меня очень радует, потому что, например, в этом месяце у меня 8% на кафе и рестораны. Еще 3% на супермаркеты, а я в основном-то и ем, так что мне это самая важная категория оказалась. И можно получить до 30 тысяч в месяц из трех категорий, на выбор дают 9, бла-бла-бла, все такое, очень интересно. Кстати говоря, я скоро выпущу приложение Кэшбэкер. В своем телеграм-канале о нем немножко писал. Подписывайтесь, скоро там будут все ссылочки. Это как раз-таки приложуха будет, чтобы отслеживать кэшбэки в разных банках, потому что я как дурачок хожу с ФТБ, с Теньков, с Альфа-банком, Озоном, Яндексом. И в один момент я просто начинаю путаться. А где же у меня кэшбэк? А какой карточек мне в моменте платить? В каком месте? Особенно покупки, которые я делаю нечасто, например, какие-нибудь аптеки или книги. Типа, может быть, раз в месяц я дойду и такой, блин, где же у меня этот кэшбэк? Я стою на кассе, как дурак, неудобно. В общем, для этого я делаю приложение, скоро выйдет, почти уже доделал, сам пишу. Так что сильно не бейте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка в описании будет. Вот тут QR где-нибудь размещу заодно. Подписывайтесь, будет интересно. А заодно там что-то публикую, по мелочи, новости всякие. Чатик у нас очень активно, заходите обязательно, весело там. Сами ребята живут, на самом деле, я уже не всегда встреваю даже в переписке. Все еще не стоит 5000 рублей в месяц, но очень меня радует, чем я пользуюсь время от времени. Это помощь на дорогах, входящая в ВТБ-привилегию. Я за год вызывал их раза три по разным мелочам. Типа там колесо у меня было спущено, они меня поменяли на запаску. Причем я был не в городе, поэтому они даже без меня это сделали. Просто там ключи им передали, открыли все, все сделали, закатили колесо в дом, кайф. Что-то один раз прикуривали машину, один раз заправляли. Прикольно. Мне очень нравится, потому что буквально за час-полтора-два проблема решается. Может быть быстрее работал как в Москве, так и в Нижнем, так что вообще кайф. Естественно, существует консьерж-сервис, он от Aspire Lifestyle, но до них надо звонить. Это самый большой минус. Как вы можете догадаться, звонить я не очень люблю. Так что я ими не пользовался за весь год ни разу. Пустой бонус, по сути, бесполезный. Да, там, наверное, можно какие-то приколюхи сделать. Что-то там можно какие-то скидочные карты оформить. В Simple Wine, по-моему, серебряная карточка. В ТЦ времена года какая-то карточка дается. Еще какая-то херня типа того. Плюс всякие типа брони ресторанов. Вообще, если хотите, то если наберем, я не знаю, с учетом того, что у меня полуживой канал, 500 лайков, давайте я потещу консьерж-сервис, вы напишите, что можно потестить, и сделаем какую-нибудь забавную херню, типа там вертолет заказать, а? Так что давайте, будем ждать лайки. Но я буду, я тут один, с кем я с вами разговариваю. Бронировать всякий кафе через звонок в консьерж, ну, это для меня как-то звучит очень странной задачей, потому что если я звоню, то я уже могу в кафе звонить напрямую. А то, что они мне что-то забронируют, когда все забронировано, честно, у меня таких ситуаций особо не бывает, так что мне нормально. Наверное, кстати, они могут помочь со всякими оформлениями виз, вот этой всей херней. Надо будет тоже попробовать как-нибудь. Так что ставьте лайки, может быть придумаем что-то интересное для теста консьержей, тем более, что не разными от Тинькофф, есть от ТБ, сравним. Так, ну и естественно, есть страховка, даже вроде бы на активный отдых, покрывают даже лыжи, как я вычитал в правилах, главное ездить максимум по красной трассе. По черной уже все не покрывает, это считается профессиональный спорт. Оказывается, я профессионал в лыжах. Ну да ладно. Работает на 5 человек, до 100 тысяч долларов, так что в целом неплохо. Но, опять же, не за 5 тысяч рублей. Как клиентам ВТВ-привилегии могут прилететь всякие предложения по кредитке, я там даже ни разу ничего не открывал, там лимит миллион рублей все время показывает, но я даже не кликал туда. Всякие вклады могут предложить по привилегии, там достаточно забавный экран появляется, когда открываешь, там типа минимум положить можно миллион, он тебе сразу предлагает положить 15 миллионов на этот вклад, даже у тебя, если бы их нет в банке. Но все равно забивается автоматом цифра 15 миллионов и говорят, что вклад можно пополнять. Максимальная сумма вклада с учетом пополнения 300 миллионов рублей звучит мощно. Правда, ставка все равно так себе, потому что на 3 года вклад 18.33. А что за 3 года может случиться? У нас ставка может быть уже в июле, в конце, выше 18%. Все может быть. А тут на 3 года, я хрен знает, я бы не прав. Оказалось, что тот вклад привязан к ставке ЦБ, так что был не прав, может быть он не столь плох. А если брать короткий вклад на полгода или на год, то там ставки-то уже вообще какие-то грустные, 15,5%, 14%, ну как-то вообще ни о чем проще сходить в какой-нибудь Яндекс, который дает, по-моему, 18 или 17. Я еще видел, по-моему, от МКБ 19% вклад короткий. Короче, сейчас такие времена, что, по-моему, выгоднее прыгать по всеми вкладам, тем более через СБП можно переводить до 30 миллионов рублей в месяц саму себе. Так что на комиссиях не потеряйте. Тут открыли вклад, там закрыли, перебежали, кайф. Главный минус, который меня бесит лично, это то, что у них карточка, во-первых, пластиковая, но это ладно. Больше бесит то, что у меня вот эта карточка за год начала разваливаться, у нее от этого... Можно уже оторвать верхний слой, а действует она типа еще до 30-го года. Я не знаю, как часто их предлагают менять, наверное. Как раз, когда они истекли, может быть, могут заказать на замену себе карточку, но, честно, не хочется про это даже думать. Так что, в целом, чего можно сказать про ВТБ? Платить за него 5000 рублей в месяц за привилегию от ВТБ смысла ноль. В ВТБ нужно идти, если у вас есть зарплата, есть деньги, которые вы готовы похоронить в этом банке. Как-то неудачно прозвучало, ну ладно. Либо же вы можете тратить эти деньги, тогда тоже можете получить эту привилегию. Варианты есть. Но просто оплатить 5000 в месяц нет смысла. Еще раз повторюсь, это штраф. Это не оплата, как в других банках. Если есть деньги, ВТБ идти можно еще по одной причине, потому что это, как в моем личном восприятии, банк на уровне Сбера по стабильности, если хочется именно стабильности, некого спокойствия, сохранности. Опять же, ничего нельзя обещать выше, чем 1.4 миллиона рублей по страхованию вкладов. Но все же, вероятность того, что ВТБ схлопнется гораздо ниже, чем у остальных банков в целом, мне кажется. Особенно не системообразующих. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Алекс. Матане. Субтитры сделал DimaTorzok